Друзья, всем привет! Тема сегодняшнего видео будет как сделать герметизацию ванны, как правильно выбрать керамический бордюр на ванну, какой герметик использовать для герметизации, что делать, если ванна у вас кривая, ну и также, как всегда, советы, рекомендации и напутствие на будущее. Погнали! Итак, начинаем герметизацию с того, что нам нужно установить ванну. В общем, эту ванну установил. Ванна это у меня обмалага. Называется она так. Размер у нее 90 на 150. Покупали мы ее в Leroy Merlin. По сравнению с предыдущими моделями, которые являются идентичной этой, это уже стало более усиленное, потому что это тот каркас, который наружный. В общем, он стал более усиленный, поэтому он не прогибается. Предыдущие модели, они немножко продавливались, и когда садились на бордюр, экран просто вылетал. Сейчас уже данная модель стала более жестче, и поэтому когда садимся на бордюр, экран ванны не вылетает. В общем, ладно. Возвращаемся к теме сегодняшнего видео. Так, керамитизация ванная. Как я уже сказал, как нужно правильно выбрать керамический бордюр. Ну что ж, давайте рассмотрим два варианта бордюров керамических для ванны. Так, если посмотреть на эти два бордюра, они практически ничем не отличаются. Куплены они были только в разных магазинах. Так, я не буду говорить каких, это уже не важно, потому что в одном и том же магазине могут быть бордюры разных оттенков. Обратите внимание, что вот эта ванна у нас белого цвета, и бордюры тоже белого цвета. Но данный бордюр имеет небольшой такой оттенок розоватости. Так, и надеюсь, камера это покажет. Так, ну вот он есть, небольшой оттенок розового. А этот бордюр уже более-менее приближен к оттенку нашей ванны. Соответственно, этот бордюр лучше подойдет эта ванна, чем этот. Поэтому, когда вы выбираете бордюр для ванны, смотреть, выбирать в магазине нет смысла, потому что все цвета в магазине могут быть похожи, а уже когда вы придете домой и приложите их в ванны, заметны будут отличия в тонах и оттенках. Поэтому рекомендую брать один уголок, допустим, для ванны в одном магазине, другой в другом магазине. Можно еще дополнительно в 3-4 магазинах взять и уже сравнить, какие уголки вам подходят больше. И тот, который уголок вам подойдет идеально по цвету и по тону, там тот и будет установить. Остальные вернутся обратно в магазин. Поэтому эти уголки, получается, мне не подходят, потому что они отличаются. Я их верну, а этот уголок я буду устанавливать, потому что он подходит как раз к моей ванне. Вот такой небольшой лайфхак, которым я хотел с вами поделиться. Смотрим дальше. Приклеивать бородюр мы будем на эту поверхность. Вот у меня ванна стоит. Сейчас я буду начинать от плавого угла, приклеивать бородюры по периметру и потом уже делать гидроизоляцию с помощью этого же самого гельметика. Гельметик я буду использовать такой. В общем, гельметик момент, санитарный. Тут написано, что он подходит для ванн. Гельметик момент для гельметизации нашей ванны. Кстати, один момент. Вот эти вот штрих-коды, которые приклеены на бородюры, очень тяжело отдираются, поэтому лучше сделать их до того, как вы приклеите их на ванну. Для того, чтобы легче было отодрать, то есть очистить бордюр. Вот я тут отодрал, в общем, штрих-код и потом с помощью ВД-шки, ВД-40Е, спокойно стираю то, что осталось. Нанесли. И с помощью тряпки сейчас быстренько удалили то, что осталось. Так, с первого раза не получилось. Тут бумажка осталась. Так, и второй раз тихонечко так. Все. Все. Видим, нету даже следа от этого штрих-кода. В общем, используйте ВД-шку для того, чтобы очистить такие бордюры от приклеенных на них штрих-кодов. Или желательно это делать до того, как вы их приклеили на ванну. Все. Чистый. Красивый. Продолжаем. Для начала выстраиваем бордюры по периметру для того, чтобы определить, какой бордюр нужно будет подрезать. Я брал бордюры разных размеров. 25-ки, 20-ки. Ну, то есть, уже посчитал примерно, сколько мне нужно. Берем по метражу, чтобы уже как меньше нужно было отрезать. Вот. Раскидал бордюры по периметру. Практически все вошло идеально. То есть, ну, даже тут, в принципе, смысла и нету резать. Так можно оставить, потому что все равно торец заметно не будет. Так. И вот так вот так вот это прошло. Ну, и здесь вот такой вот небольшой, небольшую задушку надо будет еще вклеить. Она продается отдельно. Так что ничего страшного. Вклеим. Так. Ну вот. Теперь после того, как мы разложили это все, переходим к приклеиванию бордюров к стенке и к ванной. Ну, заметьте, даже, смотрите, шивы совпадают здесь и здесь. Потому что плитка у нас 40 сантиметров, а два бордюра вот этих по 20 сантиметров. И получается вот такое вот совпадение. Ну, а вот здесь уже в конце у меня пошли по 25. Ну, для того критично вот эти вот размеры, то можете взять все бордюры по 20. И в конце у вас получается 10 сантиметровый рез. Чтобы его не делать, потому что когда лезет керамический бордюр болгаркой, то она дает скол и будет некрасиво. В таком случае, когда подбором я вот это все сделал, то уже смотрится как это красивее. Но пусть размеры отличаются, зато функционал от этого не страдает. Так, сразу приготовили майный раствор. Выбрали шпатель, который нам нужен будет, чтобы делать шовчик красивый. Я думаю, либо этим углом, либо этим углом мы будем формировать наш уголок. Но это будет потом. Сначала нужно приклеить. Ну и, конечно, туалетная бумага. Куда без нее. Так, для начала нам нужно просто приклеить бордюр. Чуть-чуть раздвинем. Чтобы не мешало. Начинаем приклеивать. И на край. Вместо соприкосновения двух бордюрчиков. Так, излишки силикона вышли. Но это ничего страшного. Сейчас мы их аккуратненько уберем. Теперь наносим еще один слой герметика. Для того, чтобы уже сразу сформировать угол. Далее берем шпатель. Мочим его в нашем мыльном растворе. И убираем излишки герметика. Вот. Красота. Если вы все сделаете правильно, у вас получится красивый и идеальный угол и герметизация. Вот такой вот получился у меня угол. Первый угол. Первый. Приклеенные два керамических бордюра. Что ж. Таким же образом продолжаем делать это дальше. Приклеиваем бордюры. И делаем гидроизоляцию. Я начинку продолжаю. А вы смотрите. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не читай там секунд... Герметизация завершена, теперь оставляем все это на сутки, пусть SkyGermetic у нас застынет И сделаем испытание, то есть пройдем это все водой Я вам покажу, что нужно делать для того, чтобы не образовывался грибок и не было почернения на этих керамических портюрах В общем, смотрим дальше и вы все сами увидите Так, я вам говорил по поводу того, что делать, если у вас ванна кривая Как видим, что керамический бордюр, вот эту неровность ванны он сгладил И уже незаметно то, что ванна у нас идет небольшой дугой вогнутостью То есть, если мы делали ванну под плитку, то там явно было заметно вот эти 5 мм, которые уходила ванна вниз А керамическим бордюром это все загладилось И все, теперь у нас ванна стала даже симпатичнее смотреться, если бы мы не использовали керамический бордюр Поэтому, если есть что, я могу даже рекомендовать вам использовать данный бордюр в облицовке вашей ванны и керамитизации А вот так вот выглядит торец данной плитки, данного керамического бордюра А теперь проведем испытание нашей гидрозавации Вот так вот проверили нашу гидрозавацию Теперь я вам покажу, что нужно сделать для того, чтобы не разорвался черный налет на бордюрах Как видим, есть здесь небольшие остатки капель воды, но их не так много Если бы мы оставили здесь прямой угол, я думаю, в этой воды было бы гораздо больше Но вот видите, здесь она практически вся стекает сразу в ванную Вот смотрите, чуть-чуть только остается Остатки воды стекают по стенке и по бордюру стекают вниз Я думаю, это уже веский аргумент для того, чтобы просто установить бордюры для того, чтобы вода не собиралась на краю ванны Ну и что теперь нужно сделать для того, чтобы окончательно избавиться от воды Ну это можно, в принципе, дождаться, пока вот эта вся вода стечет со стенки после принятия ванны И потом уже насухо вытереть это все И у вас уже никогда не будет черного налета, не будет плесени и грибка, которые так боятся многие люди, которые используют Когда используют герметик на бордюрах Так что вот рекомендую, не бойтесь ничего, это не страшно Ну в принципе, вот таким вот образом просто протираем насухо все, что осталось здесь у нас Все капельки воды Можно использовать туалетную бумагу, но она очень быстро мокнет, поэтому бумажное полотенце, я думаю, будет лучше Так, ну что ж, я думаю, можно закончить видео про герметизацию ванны Я вам, наверное, показал, как это все работает Душем поливал, вот все это поливал душем И нападал практически вся стекла просто в ванну Ну что ж, теперь делайте выводы сами Стоит ли вообще это там говорить, что рукожок, не рукожок Эффективный способ или нет Я вам показываю, как это реально работает И что нужно для того сделать, для того, чтобы не было черного налета Поэтому думайте сами, решайте сами Это ваша жизнь, ваше дело, ладно? У меня все До новых встреч на канале Перестройка С вами был Линар Всем пока-пока Сушите свою ванну после каждого принятия ее Пока!